добрый день дорогие друзья саламу алейкум из казахстана друзья давайте вместе с вами рассмотрим довольно таки интересный случай с интересной батарейки которая попадается ко мне впервые попала такая батарейка до поля ты чё или двойное напряжение или двойной повар и в би технология здесь у нас класс с и ультра и здесь так как бы вот так вот развернуть и давайте посмотрим еще здесь у нас кальций кальций это понятно чё там ты тетра топ комп формат здесь у нас учета карбон да и выгибать карбон короче карбон здесь нарисован карбон типа карбоновая батарейка очень интересная очень интересная красивая этикетка интересный корпус такой прям весь из себя купила мама лёши отличные галоши галоши настоящий темные без черные блестящие друзья начал ролик записывать честно говоря вчера еще но вот решил почистить память в телефоне после предыдущего ролика и заодно и удалил то что вчера наснимал батарейка пришла вот с такими показателями не до конца я рассказал а вот карбон технология вот она здесь что-то с пластинами вот это связано x-met вот так вот x-met лабиринтная крышка тетра окс сайт повар кальциевая технология вот такая батареечка очень интересные крышечки с резиночками но на одной резиночке оказалось что не две резиночки купила мама зиночки отличные резиночки 1 уже не помню на какой из пробок и все конечно красиво замечательно интересно но у нас производитель актек это один из всех производителей который ну честно говоря меня совсем не радует своими батарейками и что меня смутило что возмутило с одной стороны они нормальные то батарейки толком не научились делать а тут вот куда вы полезли и вот эта батарея у меня пришла вот с такими показателями 10 процентов по суху 13 разряд заряд 196 пусковой ток напряжение 1206 и сопротивление 1405 путность 117 я замеры всегда делал при клиенте без клиентов я замеры не делаю но к сожалению вам вот эти замеры которые были вчера я так как я удалил первоначальную запись показать и доказать не смогу поэтому вам но придется или на мое слово поверить моему слову поверить или просто скажу ну бля буду так оно и было так провел со вчерашнего дня провел первичный заряд абсорбацию много нареканий мне за вот это выражение абсорбация но друзья это слово это выражение придумывания возможно но употребляю только я потому как многие там пишут упрекают что вот бля ты безграмотный неграмотные ту литературу которую я читал раньше шестятых семидесятых восьмидесятых годов по которой нас еще учили и которую используют многие нынешние блогеры именно по аккумуляторной теме я их выкинул ту литературу я забросил на задворке и стараюсь о ней больше не вспоминать но прогресс то не стоит на месте и читаю я в основном литература которую нахожу тоже в интернете именно зарубежных авторов по современных батареях и именно в этой литературе то что может там корявый перевод или еще что-то употребляется как раз вот это выражение абсорбация то есть наполнение батареи зарядом что мы с вами и делаем чисто не знаю технический фирм фермер блять термин что и с языком не знаю блять надо чем-то смазать его наверно блять бухнуть что ли не бухают звонят звонят сейчас продолжим отвечу и так вот притащили мне немножко сбивает смысле очень трудно собрать их опять в кучу заявлено 610 ампер 62 батарейка и привезли ее вот в таком состоянии плотность немножко есть разбег 117 116 вот так вот по баночкам и почему я решил этот и и блять чё за и коней почему я решил записать этот ролик потому что ну первый раз я сталкиваюсь с ефби именно от теком вот ей и такое блин название она опасная блять его можно расклонять чисто в матершинное слово старт стоп 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 у нас надежность на данный момент есть вот насчет старта что-то сомневаюсь я что это батарейка выдаст то что ей наколдовали на этикетке кстати купили батарею в тюмени за 6000 настоящих рублей так первый этап я прошел не вернее я блять я уже вера последний прошел наша батарейка 1 и 2 это прошли по заряду и с утра у нас ток держится на при напряжении 1480 304 то есть полного падения на китайцы нет продолжать дальше вот эти подскоки отскоки и заскоки я не буду поэтому сразу перейдем кто заряду у меня так освободился один вампилок сейчас мы будем их менять местами так отключаем зарядное давайте сделаем некорректный замер после абсорбации или основного заряда друзья пожалуйста не тыкайте меня носом что вот эта абсорбация это вообще не применимо туда-сюда я опять же когда тыкают меня носом да ты блять вот и так делаешь друзья делайте по-своему еще раз говорю я просто делюсь своими методами ей чтобы меня переубедить или переломать какую-либо сторону это вам надо очень сильно постараться и убедительно постараться так чтобы не было до и бонов в принципе замеры одноярственные что обычная кб что технология и би расхождение практически мы не увидим ну давайте чтобы это было все по чесноку 610 ампер выставляем и проверяем что нам давала абсорбация ух ты смотрите-ка да ну глазам не верю 93 процента ближе к истине до 591 ампер батарейка выдает не могу понять или не фокусируется или что такое что-то или надо протереть на линзу на экране мой на экране короче вы поняли где ту линзу протирать 13 6 вольт nrc 467 сопротивление ну а принципе то как бы батарейка я заклеил здесь дата выпуска январь 23 года давайте посмотрим что у нас по плотности плохо какой уровень то большой по плотности но что и следовало ожидать 123 123 при как бы отличных параметров на выходе ну что в принципе можно потрясти до поставить на автомобиль наверно да некорректный замер и алёха вверх так что у нас здесь 122 здравствуйте здравствуйте заходите присаживайтесь замерзли опять погреть погреть здесь 121 даже опять звонят сейчас отвечу на звонок и продолжим так то что накинул крокодил и выставляем как бабушка писала 5 процентов 3 ампера с ограничением 17 вольт уже позвонил хозяин батарейки что там а что-то там ничего начинаем цикл до заряда и посмотрим насколько он будет эффективным и как батарейка вырезет со слова владельца эта батарейка была высажены уже давно ухты музыка заиграла музыку отключил дабы youtube нас не заблокировал ну что продолжаем нашу интересную передачу опыта наш иркутский дубль повар двойной повар за два часа 55 минут из которых 55 минут не было света у меня работали на линии домчал до 16 и 1 вольта и на пяти процентах заряд не хочет сдвигаться выше давайте посмотрим за два часа что у нас произошло с плотностью начался рост не начался какой уровень огромные батареи так но принципе плотность ползет вверх и плотность уже 120 127 26 но обратите внимание на цвет электролита электролит серый серого цвета у головалой батарейки такой цвет электролита вернее такого цвета электролита быть не должно здесь то же самое так что у нас здесь но к здесь у нас плотность 125 до в средних банках не меньше был была плотность изначально больше на точечку больше так ну давайте здесь заглянем здесь плотность 126 уверенных но в принципе за один прогон так воду моим ручки не будем доверять давайте возьмем пирометр замерим пирометром прогрева нет на батареи видим 17 16 17 17 18 градусов в принципе за один прогон практически наша батарейка начинает выползать из депрессии до 126 видно что есть 126 дождемся окончания заряда или наверное для и в бе 16 и 1 это этого напряжения мало давайте добавим немножко ток хотя бы до 16 4 3 с половиной ампера дадим и посмотрим как будет двигаться у нас дальше дела два часа чистого времени это батарейка у нас проработала с вымпелом ну чтож будем мониторить дальше наш карбованный карбованный ну да все правильно карбованный из карбона же поваренок провисел на вымпеле где-то порядка трех с половиной часов на трех с половиной амперах до греб до 16 3 вольт и у нас сошлись два путя которые нам подсказывают что работу с этой батареи стоит прекратить это подсказка вымпела само собой ну и кроме этого лета га зарядная отвечаем дабы не не было искорок и еще одна подсказка это в уверенном на наборе плотности плотности плотность я уже промерил давай выползая по получке тойоп пермитеатр подлить немножко так плотность у нас 129 129 130 вот это крайняя баночка 29 в остальных 130 смотрите какой уровень да что такое что горло попало да нет здесь тоже 129 плотность 129 поэтому с этой батарейки мы работу прекращаем довольно таки любопытно довольно таки интересно и в принципе мне понравилось вот с такими батарейками которые вылетают в которых вылетает плотность необходимая за один прогон мне нравится вот еще от некоторых клиентов с которыми приходится кувыркаться несколько дней вообще замечательно ну и плюс сам к этому владелец этой батареи хозяин этой батареи уже звонил но по голосу чувствуется что человек дружит с зеленым змеем поэтому он через буквально полчаса забывает что он звонил до этого интересуется здоровьем и оба ты своей батареи так 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 вот так же надо так ну а правильно ли мы мерим по и м по моему плену было здесь не указано что это е610 ампер здесь нигде больше не указано нет просто 610 ампер ну давайте будем мерить венах что ты застрял сделаем некорректный замер и буквально пять минут тому назад я владельцу сказал что в десяти часам можете подъезжать забирать потому что я уже замерил плотность замер будет некорректный если получится утром ох ты блин почему не настраивается у меня вот так вот немножко привыкаю к новой камере новым камерам нового телефона и бывают у меня небольшие вот такие капризы ну в принципе друзья но лихо сто процентов батарея выкатывает выкатывает то что заявлено даже больше 637 ампер нс высокая 433 и сопротивление вроде в порядке в следующем ролике если не получится завтра до снять с утра как правило у меня нету времени на съемку единственное что мне не нравится в цвет вот этот электролита возможно там есть какая-то добавочка в нем может какой-то состав сменился но факт то что прямо так но герой герой геройский друзья вот такой короткий ролик как мне нравится работать с батареей за один день просто такое кстати очень редко бывает что за один день за один прогон практически батарейка вышла на заводские параметры все с ним великолепный и изумительно хочу и вас с этим поздравить по поводу ресурса ничего сказать не могу этой батареи потому как также возможно как и вы вижу эту батарею впервые замор замор какой замор это у меня уже замор начался замер тестером у нас конечно некорректный получился но я думаю что после отстоя параметры должны выйти на хотя бы на заводские это в худшем случае если она просядет будем надеяться что в лучшем случае параметры улучшится но как-нибудь в следующих роликах поговорим об этой батарейке и как она повела себя после отстоя я вывожу довожу вернее но на этом друзья что вот такой короткий ролик получился у нас бываете так пожелать хочу вам всем добра удачи здоровья благополучия не болейте самое главное не болейте и берегите свои иногда и чужие батарейки